На избирателем участке номер 13, разместившемся в выставочном зале Дворца культуры, по-особому празднично. День выборов совпал с Днем работников культуры, деятелей культуры, а именно они, в большинстве своем задействованы в организации работы избирательного участка, получают поздравления с профессиональным праздником, настроение оптимистичное. А потому и каждого избирателя здесь встречают с улыбкой и хорошим настроением. За плечами самого опытного избирателя Ивана Лазарчука долгая жизнь, детство, опаленное войной, восстановление страны после военной разрухи, труд на благомерной державы, заслуженный отдых в суверенной Беларуси. С высоты прожитых лет, после долгих раздумий и анализа происшедших событий, Иван Иванович сделал осознанный выбор. Всегда люди ждут чего-то лучшего и лучшего, ну, а лучше надо самим, наверное, строить, не ждать на кого-то. Надо работать, относиться к работе честно, благородно. На участке, в общем-то, голосуют очень активно и на досрочном голосовании, и в первую минуту при открытии уже практически была очередь стояла, чтобы проголосовать где-то в первых рядах. В день выбора в районе увеличено число мест для голосования. Для удобства избирателей открыты три новых участка, один из которых разместился в здании старого магазина деревни Быстрица. С самого утра здесь довольно многолюдно звучит музыка. Люди идут сюда целыми семьями, как семья Романчук, объединившая представителей трех поколений – родителей, невестку и внуков. Приятливо встречают избирателей члены комиссии, вручая детям праздничные флажки. Нарушений не обнаружено, на участке созданы все условия, чтобы голосование проходило в соответствии с избирательным кодексом Республики Беларусь. Голосование на участке номер 40 организовано хорошо, соблюдена процедура опечатывания ящика, активность избирателей достаточно высокая, настроение у всех приподнятое, приходят как молодые и пожилые люди с детьми. Удивило то, что в 8 часов только открылся участок, пришел уже первый избиратель. Так что здесь все хорошо, достойно организовано. Хорошо, что участок здесь сделали, это очень удобно, вот с детками, не надо добираться в залезье. Ну и надеемся, что жизнь будет лучше, вперед идти курсом намеченным. Не безразлична наша судьба, все же наш голос может стать решающий какой-то, решение судьбы нашей. За деток переживаешь, вот и поэтому идешь на голосование. Полдень на избирательном участке номер 27 в деревне городе звучит живая музыка. На импровизированной площадке представили свою концертную программу художественные коллективы местного дома культуры. Так что граждане, выразившие свою добрую волю отметками в избирательных бюллетенях, тут же становятся зрителями. По прогнозам избирательной комиссии, итоговая явка на участке должна составить около 90%. Для голосования жителей отдаленных сел, а также тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может прийти на участок, на дом выезжает комиссия в составе двух человек с переносным ящиком для голосования. Явились только что из деревни Бородичи, голосование на дому. Значит, 100% у нас люди, которые находились в домах, в принципе, все избиратели были. Мы их посетили, все проголосовали, 100%. С особым чувством на избирательных участках встречают молодежь, потому что именно от молодых людей во многом зависит, в каком государстве нам жить. Учащиеся Брестского государственного колледжа связи Дарья Псощаница и Евгений Волошин приехали домой, чтобы поучаствовать в выборах. На избирателем участке номер 27 юные избиратели принимали поздравления от председателя райисполкома Александра Зазули, который также приехал сюда, чтобы отдать свой голос. Надеемся на активность кабанчан и сомнений нет, что они ее проявят и свою гражданский долг выполнят как должно. Порадовало то, что на сегодняшний момент уже здесь довольно-таки хорошая явка состоялась. Молодцы, что сегодня уделили внимание ребятам, которые голосуют первый раз на сегодня. Маленькие путь на сувенирчики, их отметили, их уважили. Хороший концерт сегодня нашим избирателям. Здесь они своими силами организовали. Этот избирательный участок в деревне Городец и сама деревня, она достойная, она перспективная. Здесь хорошее хозяйство и думаю, что у людей в том числе достойное настроение. И это сегодня мы видим в том числе на явке на этом избирательном участке. Проголосовать это значит сохранить стабильность в нашей стране, продолжить рот, чтобы мы знали, кто управляет нашей страной и точно были уверены в нашем будущем. В целом президентские выборы в регионе оставили сильные впечатления. На посещенных избирательных участках было комфортно, сотрудники избирательных комиссий приветливы и предельно внимательны. Избиратели искренни и открыты. Совершенно добровольно, исключительно по зову души пришли они на выборы, потому что знают точно, каким хотят видеть завтрашний день. Голосую за стабильность Белоруссии. За мир, за стабильность. Не знаю, чтобы ничего хуже не было. За стабильность, за порядок, за мир. Жанна Елизарова, Сергей Василевский для программы «Букинформ» из Кобрина. Белоруссии. Продолжение следует... Белоруссии.